книга открытым оком том 1 вопрос 184 тема смерть если ребенок кончает жизнь самоубийством то можно ли его обвинять в этом ведь он еще не может сознательно отвечать за свои поступки а может быть как сейчас часто бывает он был доведен до этого пьяницами родителями и тому подобными людьми отвечает игнатий тихонович лапкин ребенок отвечает за свои поступки самых малых лет и для него бог прописывает лучшее лекарство розгу книга сирахова 30 глава 1 стих кто любит своего сына тот пусть чаще наказывает его чтобы впоследствии утешаться и книга притчи 1325 кто жалеет розги своей тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывает его притчи 22 15 23 13 глупость привязалась к сердцу юноши но исправительная розга удалит ее от него не оставляй юноши без наказания если накажешь его розгою он не умрет ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней розга и обречения дают мудрость но отрок оставлены в небрежении сделает стыд своей матери делает стыд своей матери даже более того если он не слушается родителей приучился пить проматывать состояние родителей его следовало убить второзаконие 21 18 21 если у кого будет сын буйный и непокорный не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей и они наказывали его но он не слушает их то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего сей сын наш будет и непокорен не слушает слов наших мод и пьяница тогда все жители города его пусть побьют тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби злой среды себя и все израильтяне услышат и убоятся даже не уважение к старшим насмешка над ними по суду божию ведет к истреблению этих нечестивых в кавычках пионеров и октября 4 царств 224 он оглянулся и увидел их и проклял их именем господнем и вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка пророка елисея никто не называет словом грозный как пророка илью или царя ивана в логе духовном описывается случай когда на руках отца умирал шестилетний ребенок матерщинник он громко кричал и плакал просятся защитить его от бесов чертей которые тащили его в ад с этим он и исторг свою юную душу ребенок самоубийца это вина родителей беззаконников не научивших его страху божию страху погибнуть как самоубийца ребенок самоубийца это вина родителей безбожников не научивших его страху божию страху погибнуть как самоубийца и оказаться в аду навеки вина